всем привет привет с вами флешка и это женские игры и мы продолжаем развлекаться на карте новые горизонты грега пускай будет так новые горизонты грега спасибо вам огромное за все ваши советы вот немножечко пройдемся по советам потому что полезненько оказалось я комнату с кустиками делала по своему обычному формату в общем я еще раньше делала с такими как бы колоннами вниз ставила железную решетку чтобы было удобно забирать но вот алекс дес написал мне очень-очень хороший совет я никогда так еще не делала то есть закрыть вот кустики слэбами это получается как наша стандартная муба ферма на любом скайблоке и кустики таким образом думают что здесь темно и смотрите как прекрасно все выглядит и нет они совершенно не затемнены прекрасно видно созрели они или нет то есть со шторкой было намного хуже потому что я стояла например здесь ждала пока они созреют приходилось ставить факел смотреть созрели ли ну в общем так намного удобнее спасибо огромное алекс удс но и также вы мне писали что можно найти можно найти гравийные руды да я их нашла я когда пробовала этой лопатой копать железную гравийную руду мне сказала до свидания я такая черт нельзя копать гравийные руды а потом когда нашла на любви не все нормальком все просто замечательно и еще конечно спасибо большое павлу андрееву он специально скачал сборочку чтобы посмотреть где генерируется все-таки бокситы из грега и они гири генерируются только вот в космосе на луне фобосе меркурии титане в общем в овере мы их не найдем так что и искать не стоит ну не зря я копалась я как бы нашла много других полезных ископаемых но времени потратила уйму в поисках того чего здесь нет так что не повторяйте мою ошибку не ищите этого в овере алюминий он как бы для более высшего тира развития в греге и поэтому он находится немножечко подальше чтобы мы вдруг не проскочили какой-то этап и еще дима галкин галкин какая у вас фамилия хорошая написал что у него как-то неожиданно слетела подписка я слышала что у ютуба сейчас такие проблемы есть так что он просил вам всем передать проверьте подписан подписаны ли вы если вы подписывались ранее возможно я не знаю что творится с ютубом какие-то у него странные заскоки в последнее время я заменила свою ферму дерево на сосны и потому что с теми инструментами которые теперь у меня есть это намного удобнее и быстрее у меня даже прокачался очень хорошо топорик смотрите какая прелесть у меня здесь эмеральдик и reinforce 2 то есть я какую-то базовую прочность 80 удвоила уже практически в два раза замечательная штуковина с киркой мне не повезло с первой мейкер кой на ней прокнул силк-тач я не знаю с одной стороны повезло потому что мне надо было силк-тач для того чтобы снять полки а с другой стороны не повезло потому что ну как бы силк-тач им очень медленно смотрите как прикольно вот эти штанишки из рейлкрафта на мне надеты это как комбинезончик прелесть прелесть но это мы пока что оставим я без обе обязала обещала показать как же я копаю я вот тут включила две точки которые я вот недавно разрабатывала пошла немножечко покопала того же угля и копера вот и сейчас вам покажу как я отсчитываю и ищу вот сейчас мы туда дойдем конечно искать свою первую жилу лучше всего на подобии вот этого биома когда вы видите что здесь есть я таким образом нашла жилу угля и было четко видно на на какие чанки она распространяется давайте я включу все вы поинты вот так вот вот эту жилу угля я нашла на поверхности и вот смотрите она у меня вот в этом чанке ее центр а вот эти можно сказать ее ореола и я не знаю как это как это назвать орел обитания нашего угля и весь этот квадратик три на три я считаю чанком угля или спотом угля залежи угля жила угля и вот здесь копать бессмысленно потому что это еще будет уголь вот здесь на крайней черте уже даже может не быть угля вот так же я пропускаю еще один чанк потому что это уже другой радиус и пытаюсь найти серединку следующего то есть . 1 2 и в третьем чанки посерединке теперь давайте отключим все эти точечки оставим только те что ближе всего у меня вот копер ближе всего где я вот я вот здесь у меня . копера я кажется вверх не копалась а может и копалась только никто меня не съел вот здесь у меня . копера здесь я копалась я нашла копер копаю вниз в две колонны сейчас я вам покажу как это происходит теперь нажимаем f9 дважды чтобы четко видеть границы чанков и так это у нас один чанк это у нас центральный чанк копера это 2 чанк это как бы его как бы окружение окружение этот чанк 3 это уже окружение другой какой-то руды если она здесь есть и вот здесь можно считать что ее середина я выбираю приблизительно середину чанка и начинаю копаться вниз вот таким вот образом стою на серединке и я здесь не смогу прокачаться потому что здесь black гранит не расстраиваемся ставим точечку что здесь black гранит в нем таится очень много хороших ресурсов так что расстраиваться не буду сохраняем точку и просто идем в другую сторону от него я здесь у меня даже нечего поставить просто сделаю такое углубление хорошо значит это его центральная часть это его побочная часть это уже какая-то часть другого спавна и вот в этом чанке можно искать следующую руду вот здесь главное чтобы меня никто не укусил где-то серединка вот здесь и поехали только я поставлю в господи как страшно и пошли искать что же здесь может быть копаемся донизу у нас здесь высота 84 в принципе такая достаточно хорошая под деревом копать конечно не очень удобно я вам скажу а я вот по этой колонии буду ставить себе свет чтобы было видно что у нас здесь происходит надеюсь никто мне на голову не прыгнет потому что и такое знаете бывает господи как они воют и в принципе когда вы вот так вот копаетесь под под два блока то свалится конечно вот там уже какие-то зомби пауки кошмар какой вот вот только ждут только ждут чтоб меня съесть честное слово самое противное когда вот в таком процессе докапываешься до этого о я слышу их что-то я не хочу уже ниже спускаться здесь может быть спавнер например здесь может быть данж или шахта или еще какая-то заразень кто же его знает на что мы можем наткнуться мы уже на высоте 58 даст пещеру я бы точно не хотела попасть сейчас с вами столько факелов потрачу нет все еще нет а может быть что этот спот пустой может быть такое хотя вот с высотой 80 ну не должно было бы максимальная высота спавна root 120 насколько я поняла по табличке хотя здесь изменены немножечко принципы генерации и что-то где-то может отклоняться неужели здесь пусто дайте хоть что-то хотя еще только 40 ну то есть надежда еще есть копаем до конца я обычно даже докапываю до бедрока знаете в надежде что-нибудь найти но вот на так низко мне например попадался редстоун я вот копаю копаю надежда уже практически иссякла и тут хоп и нахожу редстоун вот проблема у меня сейчас со светом будет потому что у меня еще 20 блоков а у меня уже нету света понимаете 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 в чем засада давай давай грегушка я понимаю что вам уже совершенно ничего не видно мы уже на высоте в 20 и если здесь ничего нету значит печаль беда можно переходить на какой-то другой спорта но мне надо бы факелов доделать мы сейчас на высоте в 11 жилы обычно высотой всем блоков ой здесь ничего нет печально досадно но ладно я здесь посплю дабы пропустить ноченьку или у нас не ноченька и пойдем с вами наверх и даже если вы нашли точку и она пусто то надо поставить что она empty empty чтобы точно знать что вот этот чанг возможно я где-то сбилась вашим возможно у меня где-то сдвиг на одну на один чанг пошел и чтобы точно знать чтобы здесь что здесь именно пусто надо поставить точку даже если она вам потом не пригодится окей тогда буду отталкиваться от этой точке я запаслась едой записалась факелами а 5 опять включаем 9 я включала все свои вейпоинт что проверить к идее уже искала где нет и так этот чанг не трогаем это центральный это боковой это боковой уже какого-то другого спота да а вот эта радость вот этот уже это уже будет центральный какого-то нового не понятно конечно какого но будем надеяться что нам повезет сейчас я буду копаться по той же схеме вниз и если что-то найду вам обязательно покажу ну вот как я и говорила мы находимся сейчас в центральном чанке и я нашла магнетит я его добывать конечно сейчас не могу но я его нашла сейчас я аккуратненько попытаюсь спуститься чтобы показать вам что это все-таки жила какой-то не сильно богатый но вот видите это жила магнетита его здесь будет достаточно много жила обычно высотой в семь блоков то есть один два три это у нас четвертый блок пятый шестой и собственно седьмой почему я копаюсь прям донизу потому что жилы могут иметь еще несколько слоев то есть там нижний верхний и и центральный слой я проверяю нет ли еще каких-то здесь вкраплений прослоек потому что может быть еще что-то интересное есть у меня жила магнетита которая у меня встретилась например с золотом вот достаточно интересно здесь я не очень чего-то другого вижу конечно у меня опять сломалась кирка возможно здесь ничего другого больше и нет возможно есть но очень маленькие вкрапления это мы найдем потом потому что пока что я его копать не могу мне нужен второй уровень кирки и сейчас мы займемся с вами печкой тинкер с констракта и посмотрим осилю ли я сразу бронзу либо же мне придется вот прыгать по этим этапом железа медь и и так далее еще у меня тут такая мысль возникла что если вам не удалось найти например тот же центральный чанг то вы можете если вы что-то нашли один раз потратить время и обкопаться кругом обкопаться вовсе во всех чанках которые есть рядышком например давайте включим эту точку вот если вы в каком-то чанки нашли руду то один раз потратьте время обкопайтесь в каждом чанки возможно поближе даже к этой руде то есть не чисто центрально чуть-чуть ближе к этой руде чтобы проверить что именно он является центральным и тогда у вас пойдет все просто как по маслу просто вы нашли центральный потом 2 пропустили и следующий центральный снова 2 снова 2 пропустили и следующий центральный и так этой лотерейкой можно заниматься просто вечность потому что это очень увлекательно и всегда интересно что тебе попадется следующие жили что же касается заданий я конечно же конечно же прочитала все ваши комментарии по поводу перчатки к сожалению на тот момент я до нее не дошла и честно говоря даже не знала эти существования спасибо вам огромное особенно спасибо за уточнение что их надо обязательно две левую и правую я выполнила задание с катоном предельно простое высадила себе грядочку теперь у меня вот там вот катон растет я дойду до индустриал крафтовских жердочек не беспокойтесь и дойду все будет не сейчас чуть-чуть попозже когда я сделаю пилу и добытие палочек не будет таким болезненным для меня хорошо и следующее задание в этой же веточке у меня есть сделать перчатки да даже левую и правую даже просят сделать левую и правую знаете от уже такой звоночек что как бы что-то в этом есть и так что нам для этого надо нам для этого надо кожу ниточки и вот такой вот вуен коттон хорошо кожи у меня есть ниточки у меня тоже есть, а для вувенкатона нам понадобится вот эта фигня. Давайте найдем перчатки. Так, вы уже видите, что я искала способы добычи воды и все-таки склоняюсь к рейнтенку из форестри, который будет ловить дождик, но на него нужна сталь. Вот. Вообще на много чего надо сталь. Вот про ту же тележку вы писали для переноса чего-то. Сталь нужна. Я до стали еще не дошла. Как она здесь делается? Ну, я со временем открою для себя. Задания мне это покажут, так что не переживайте. Давайте берем перчатки. Глов. Глов. Я не через ту вэва списала. Отлично. На каждую перчатку нам понадобится по три вот таких вот. Я бы это даже шарфиками назвала. Выглядит очень забавно. Давайте сделаем по три. Их, кстати, дают где-то в награду. Раз, два, три. Раз, два, три. Прекрасно. И, в принципе, уже можно сделать одну перчаточку, да? Нет. У меня левая и правая рука. Хотелось бы в это верить. Вот. Задание мы выполнили. Замечательно. Нам даже в награду дают два ведерка. И монетки. Ей. Ей. Монетки это очень круто. Монеткам я безумно рада. Безумно рада монеткам. Они мне очень нравятся. И, скорее всего, перчаточки надо куда-то вот сюда надевать, да? И теперь, когда я буду брать в ручки ведро с лавой, именно надо в ручках держать, вот, тогда меня ничего не должно бить. Но я бы хотела сначала поспать. Давайте затестим. Давайте затестим, потому что жуть как интересно. Жуть как интересно. Все равно бьет. Почему? Почему бьет? Возможно, я неправильно их поставила. То есть, не в те слоты поставила или что? Или левую? Это левая, это правая. Все равно бьет. У меня немножечко замешательство с этим файт. Если в тенк набрать, тоже бьет. Вот, на ход баре, даже когда выделено, бьет. Видите? В инвентаре тоже бьет. Блин, оно меня сейчас убьет. Прекрати. Прекрати меня дубасить. Очень интересно. А смотрите, их в баблс тоже можно запихнуть. Блин, прям два слота под кольца теряется. Вот это мне не нравится. Наверное, это в баблс надо было. Да все равно дубасит. Так, откуда мне знать, где левая, где правая? Да, в баблс ринг слот. Все, я поняла, в баблс ринг слот. Мне кажется, я наконец-то их правильно разместила, ребята. Значит, окей, значит, порядок имеет значение. В верхнюю у нас идет левая, в нижнюю идет правая. Шоп, я так жила. Честное слово с этими заморочками. Но мы разобрались. Все-таки идет в баблс. Но вы знаете, два, два кольца как бы терять. Возможно, потом мы как-то найдем более удобный способ переноски лавы. Но вот так вот. И обязательно надо держать это как бы в руках. То есть, иметь это выделенным. По крайней мере, так пишут на этих перчатках, что надо иметь выделенным. Даже если у вас в инвентаре еще 10 тенков лежит, то вот, которые вы несете, надо один держать в руках, чтобы как бы эффект срабатывал. Оки-доки. Оки-доки. Разобрались. Что еще? Еще у меня вот тут был квестик на саплинги Сильвервуд и Грейтвуд. Я их выполнила, к счастью. Скажу вам честно, я очень долго искала Сильвервуд. Точнее, не так. Искала я его недолго. Он хорошо виден на карте. Его очень легко найти. Но вот, чтобы выпал саплинг, мне почему-то жутко не везло. Просто жуть чаще. Не выпадал и все. Я даже нашла в деревне одной графтер и все равно, короче, все к чертям. Все к чертям. Где-то деревьев 5. 5, да. 5, пока выпал саплинг. С Грейтвудами было попроще. Хорошо. Еще что я хотела сделать? Я хотела, конечно же, а что я хотела? У нас в мульти, в мультиблочной структуре разве не просили сделать каст? Нет. А где нас просили каст сделать? Посмотрите-ка, нету задания на касты. У меня следующее задание это, собственно, на кок овенбрике. Интересно. А давайте попробуем. Попробуем без задания сплавить. Я вот здесь себе сделала тауматургический сундучок. Потом мы это все пооткрываем, порыскаем. В общем, я нашла алюминиевую руду. Я знаю, что три к одному три алюминия к одному коперу идет на один алюминум браст. Давайте возьмем копер. Копер это у меня кажется, называется... У меня есть еще такой вот копер. Давайте возьмем его. Я надеюсь, что оно расплавится. По крайней мере, мы посмотрим. Ну, по крайней мере, оно начинает плавить. Я надеюсь, что оно его расплавит. Как изгол... А, гравийные руды оно и не должно удваивать. Оно сейчас должно удвоить это. И у меня должно остаться три лишних слиточка копера. Гравийные руды не умножаются. Я как кинула девять, так у меня девять и получилось. Давай. Либо же ты... Нет, можешь расплавить. И у меня получился алюминиевый брас. А, здесь печка, наверное, не удваивает руды. Вот, скорее всего, это отключено. И знаете, это прекрасно. Хорошо, значит, теперь что? Теперь я хочу сделать формочку для выливания слитков. Вот, что я хочу. Я хочу сделать формочку для выливания слитков. Такие, да? Такие работают. Могу я вылить слиточек алюминиевый брас? Могу. Алюминиевый брас я, например, могу использовать для создания тинкерсконстрактовых всяческих штук. Я по деревням наискала бронзовых кусочков. Но я хочу еще кое-что затестить. Я хочу взять копера. На каждые раз, два, три, раз, два, три копера. Я хочу взять тин. Еще бы я помнила, как он называется. Нет, я не помню, как он называется. Кажется, вот этот. Да, это именно он. На каждой по одному слиточку вроде бы. И попробуем это расплавить. Могу ли я сейчас в печке получить бронзу. в принципе, она начинает плавиться. Если я смогу получить бронзу, я надеюсь, что я апну сразу свои орудия труда до бронзового века. И мне сразу станет проще как и добывать, так и, собственно, драться и защищаться. Смотрите-ка, оно получилось. У меня получилась бронза. Могу ли я сейчас апгрейдить свою кирку? Ну, как бы, по идее да. идее да. То есть моя кирка, у которой есть мозг и так далее, я могу ее апгрейдить. И у нее теперь майнинг левел 3. Блин, как это круто. Это безумно круто, ребятки. Безумно круто. И теперь я могу воспользоваться своим слитков выливальщиком и получить собственно слиточки бронзы, обходя процесс размалывания, раздрабливания и так далее. Очень круто, очень круто. Но я столкнулась с тем, что мне сейчас как бы важнее даже сталь, чем бронза, поэтому сейчас будем двигаться в эту сторону. Сейчас посмотрим, что у нас там по заданиям просят и что мы с этим можем сделать. Итак, я сбегала к берегу речки, накопала глины, песка и так далее. Сломала один раз лопату, но ничего, от этого стоит. Значит, мне предлагают сделать 104 вот такие вот штучки. Это, грубо говоря, два раза по стеку. Это очень, грубо говоря, я, наверное, сделаю два раза все-таки по стеку. Я предпочитаю, когда больше. А нет, это один раз. Черт. Я немножечко переборщила. Флешка, которая переборщила. Знаете, это картина не новая. у меня всегда с этим проблемы. Окей, окей, я выполнила анфайр, теперь мне их предлагают приготовить. То есть, мне предлагают их обжарить. Да, каким-то таким образом. Ну что ж, обжарим. Итак, этот этап задания выполнен. У меня еще здесь плавятся эти брики. Плавятся, точнее, жарятся. Но, в общем, и как бы задание считается завершенным. Хорошо. И только теперь мне будут рассказывать. Смотрите, что это такое? Мне надо будет саплинги поздавать? Как интересно. Ну, оно еще мне не открылось. Хорошо. Мне предлагают сделать кок овен брики. 26 штучек. То есть, по сути, должно идти по 4. Кок овен брики. Ну, как бы знакомая нам конструкция из рейлкрафта 3х3. То есть, все предельно просто. Сколько нам надо? Нам надо 27. Вот как-то так. Отлично, отлично. И все, здесь больше ничего от нас не требует. А вот здесь теперь чаркол от меня будет требовать. Вы, наверное, сейчас начнете писать, что есть вот греговский и гнитер, и гнитер, как-то там оно называется. Крутая штуковина. Делаем конструкцию, закопанную в земле. Пол обязательно с бриков. заполняем деревянными бревнами, и оно нам сделает черкол. Но, к сожалению, здесь крафт, опять-таки, если бронза недоступна, то здесь дофигища стали, которые пока что я не знаю, как делать, и еще больше стали. Больше стали богу стали. А флинт у нас делается тоже из стали. Да, много стали. Просто безумное количество стали. Итак, у меня появилась новая малышка, которую, опять-таки, где-то надо поставить, и, честно говоря, я прям уверена, что одной мне будет мало. Я, наверное, вот этих бриков еще доделаю, потому что я знаю, что она медленная. Я знаю, что она медленная. Все знают, что она медленная, и, как бы, ничего с этим не поделаешь. Где же ее разместить? В принципе, я бы ее могла, знаете, прицепить вот к этой красавице. Она просто будет у меня такая висящая. Давайте так и сделаем. Вот так вот. Вот так вот. Странная такая конструкция. Я не знаю, надо ли ее как-то активировать. Я не помню, честно говоря. Надо ли ее молоточить? Да, ее надо молоточком активировать. А почему мне по... Нет, рейлкрафтовскую не надо вроде бы. Это же рейлкрафт. Это не иммерсив. Это рейлкрафт. Значит, что? Значит, 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 она должна была бы сама сформироваться. Или же... Но нам сказали ровно 27 блоков сделать, и она должна быть 3 на 3 на 3. А нет, 26 блоков. Значит, вот центральный блок отсюда мы убираем. вот этот центральный, который в самой серединке мы сейчас уберем. Низ обратно поставим. Все, и теперь она сформировалась. Вот моя красавица хорошая. И пускай она себе здесь висит. И, насколько я понимаю, в нее надо закинуть просто бревна. и она начнет из них делать чаркол. Это, как по мне, очень медленный процесс, но стремлюсь я сейчас не так к чарколу, как к криозот ойлу. Криозот ойл плюс шерсти, плюс палочки дадут мне доступ к дешевым факелам. Ну, я их называю дешевыми, потому что криозот ойл всегда трешаком считался. Вот, процесс пошел. Да, и она мне будет делать чаркол, и побочным продуктом будет делать мне криозот ойл. И вот смотрите, торч, 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 торч. У нас есть варианты крафта вот такие вот, вот такие, и вот такой вот. И мы получаем сразу пять, и ведро нам возвращает. Мне кажется, что это прекрасный вариант, это именно то, чего я ждала, и им я буду пользоваться. Потому что вот этот с резиной и ниточкой считаю достаточно дорогим. Особенно, что учитывая, что носик для сбора резины пока что мне недоступен. Он достаточно такой замороченный в крафте. Ну что ж, знаете, что у нас? Четвертая серия и уже вторая мультиблочная структура. Я прям семимильными шагами шагаю. Хух! Ребятки, озадачило меня вот это задание на саплинги. я его сделала. Но вот джангл саплинги мне найти было крайне сложно. И я вам скажу почему. Потому что здесь изменена генерация. И я за все свои путешествия, а я вам скажу пропутешествовала, я немало, и я не нашла ни одного джангл биома. Я нашла, знаете, что меня спасло? Меня спасли памс, хорвест, деревья, там всячески или же это форестри. Я даже не знаю, кто это был, потому что это дерево с лимончиками было, и у него было джангл листва, а древесина, нет, древесина тоже была джангл, но оно как-то называлось лимонное. И о счастье, о счастье с него выпали джангл саплинги, и задание мне засчитало. Квест как бы объясняет, что на уголек лучше растить какие-то большие деревья. Я, конечно, предпочитаю сосну, потому что у нее более ровный ствол, чем у джангл, и нету вот этих лян, через которые надо пробиваться, но книжечка еще посчитала нужным заставить меня раздобыть и такие. И мне в награду дают Redwood Саплинг, который я не буду использовать, я знаю, что это за счастье, и также Sacred Ogg Саплинг, тоже не буду это юзать, упаси вас, господи, использовать это где-то у себя на базе, так что я, это еще какие-то Redwood Саплинг, давайте возьмем вот эти, потому что вот эти большие Redwood Саплинги, кто смотрел, например, Craftfield, какой-то вроде бы перед Summer Town, где там ребята строились на деревьях, это вот такие вот огромные, они здесь тоже встречаются. Хорошо, хорошо, с этими махинами мы разобрались, и теперь мне предлагают стать 4 черкола и одно ведро, задетектить одно ведро криазод ойла, давайте возьмем ведро, у меня, конечно, есть вот баночки, я их использую для каких-то treated, treated wood прикольчиков, здесь бы пора дорожку сделать, но пока что мне не во что собирать воду, и я стараюсь как-то экономно ее расходовать, о, я сразу набрала, я сразу отсюда набрала этот, хотя можно было просто положить сюда ведро, и мне должно было засчитать как то задание, так и то, detect, эй, почему, почему не то, не то, вот, ты, наверное, это забрать хотел, и мне предлагают lootback, либо же bucket, я возьму, конечно же, lootback, ей, а вот это задание, почему ты мне не засчитываешь, смотрите, нам дает подсказочку, что как бы криозот ойл здесь достаточно полезная штука, еще кто-то рекомендовал, если что-то не засчитывается, выбросить и подобрать, нет, черт, а если вылить и набрать, тоже нет, вот же засадка-то, и как мне сдать это задание, что я делаю не так, что ли мне дождаться следующего ведра криозотойла или что, я могу его вылить, нет, я не могу его вылить, я могу только набрать, у меня здесь 250, дождаться следующего ведра и попробовать нормально набрать, а не тыкая по печке, но тоже как бы вариант, тоже как бы вариант, я сейчас возьму себе какое-то ведро другое, чтобы освободить это, либо же попробую, да нет, другое ведро, освобожу это ведерко от криозотойла и дождусь, пока у меня еще одно ведерко выработается, воу, 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 я поняла, дожидаться не надо, там просто надо поставить галочку, все, все крайне просто, я в следующем задании нечаянно поставила галочку, смотрите, мы с вами ведро добыли, добыли, все как бы задание засчитано, и также у нас есть задание найти жилы такие как железо, копер и так далее, ну мы как бы нашли, и в следующем что мне предлагают это сдать 256, о, класс, как бы зачелся, давайте подберем это с земли, оно в глиняный горшочек не захотелось набираться, серьезно, как-то очень обидно получилось, но я могу, я могу сделать теперь факел, о котором я мечтала, кажется, там палочки, еще что-то, где мои палочки, вот мои палочки, вот так, так, и вот так вот, или не так, или не, вот, сразу 5 факелов, вот чем я буду заниматься, куда я буду пока что пускать криозот ойл, мне написали, что я могу его использовать как топливо потом, в свой, в свою стимовскую эру, но тогда и посмотрим, хорошо, сумочку можно сюда отложить, у меня теперь 2 стим и 3 обычных, я могу их как-то сложить, давайте мы попробуем обычные сдать, сейчас мы до этого вернемся, вот reward area, вот так вот, и забрать, хорошо, хорошо, таким образом у нас теперь 3 стимовские, давайте теперь стимовские сложить, не знаю, что мне это даст, вот, и забрать уже тир 2, вот ее я уже хочу открыть, вы меня прям не удержите ее открыть, к чему это, нет, нет, надо было дальше их качать, но как-то очень мало получается сумочек, тогда если их всех вот так вот скреплять, скреплять, вот типа тир 3, я не знаю, в результате я все сумочки сведу к одной какой-то сумочке, я не хочу, лучше я их буду постепенно открывать, серьезно, мне как-то не так обидно будет, давайте здесь сдадим немножечко каблушки, смотрите, а я опередила немножечко с обоих, он мне говорит, типа принеси мне каблы, как он, задание мне говорит, принеси каблы, и я тебе дам железное оголовье для кирки, нет, ну я конечно возьму, вот, а, я могу выбрать, нет, ну я возьму сумочку, хорошо, и мне дали и оголовье кирки, и сумочку, бейсики я конечно открывать не буду, а вот стим буду открывать потом все, и теперь у меня открылось задание на различные руды, смотрите, смотрите, сколько всего вкусненького, смотрите, сколько прелести, я думаю, что этим мы займемся в следующей серии, о, гравийный алюминий, вот он у меня точно есть, слава богу, я не весь переплавила, хватило же шума не переплавить весь, его не забирает, просто надо посмотреть, дают только еду, но и на том спасибо, знаете, и на том спасибо, еда это тоже хорошо, главное, что ее не надо крафтить, хорошо, ребятки, я думаю, что это достаточно продуктивная серия, мы сделали печку, я улучшила свои инструменты, теперь я смогу копать все то, что я нашла, и это хорошо, потому что мне надо это все выкопать и издать, собственно, по заданию, я думаю, что в следующей серии мы уже будем врываться в что-то более, 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 интересно, когда откроется вот стим, стим раздел, у меня еще, нет, ничего больше интересного не открылось, кстати, вот есть задание на пчелок, можно будет как-то потихонечку тоже к ним двигаться, ну, а эти задания мне бы, мне бы, мне бы в ад попасть, хотя я не сильно туда стремлюсь, много интересных заданий, много прогресса, так что будем двигаться в сторону развития и в сторону пара, на этом все, с вами была Флешка и всем пока-пока,